Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Как сделать так, чтобы о производственном травматизме говорили не был и есть, а нет и не будет? В областном центре прошло очередное заседание городской комиссии по охране труда. Ярмарка, дающая возможность найти работу. В Бресте прошла межотраслевая ярмарка вакансий, участие в которой приняло 51 предприятие государственной и частной формы собственности. Формат проведения востребован и будет продолжен. Платная парковка у центрального рынка Бреста. Мера не популярная, но необходимая. Что думают горожане о пилотном проекте? Все за и против изучала Ирина Левчук. Как спонтанное шоколадное хобби превратить в сладкий бизнес? Предприимчивая брещанка Александра Стропко, создатель студии Прочока, в День шоколада рассказывает о профессии шоколадницы. В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. Производственный травматизм был, есть, но совсем не хочется сказать будет. Лучшее с предлогом «не», «не будет». Именно на этом акцентировали внимание участники очередного заседания городской комиссии по охране труда, состоявшегося на базе Брестского отделения Белорусской железной дороги. Вопросы, которые рассматривались, касались не только уже пострадавших в результате несчастных случаев. Говорили об ответственности каждого работника, ведь очень многое зависит от личного соблюдения правил техники безопасности, а также от того, как эта работа поставлена в коллективе. Проведя срез, специалисты городской комиссии по охране труда пришли к выводу. Человеческая самоуверенность и пренебрежение элементарными правилами безопасности в большинстве ситуаций становятся причиной трагедии. Статистика причины несчастных случаев на производстве и выводы специалистов. Об этом в первом материале выпуска продолжит тему Ирина Левчук. Охрана труда. Два слова, которые мы слышим так часто на производстве, но не можем сказать, что всегда и во всем соблюдаем ее правила. Надеясь на русский авось, не всегда понимая, что рискуешь жизнью. Человеческая обеспеченность не раз становилась причиной несчастных случаев и не только на работе. Но даже тысячи печальных историй не останавливают людей от соблазна с пренебрежением отнестись к элементарным правилам безопасности. Мобильная группа, созданная при Брестском горосполкоме, на регулярной основе проводит мониторинги, выезды, общаются со специалистами на местах, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения на производственных участках. И это не случайно. За шесть месяцев текущего года уже произошло 13 несчастных случаев, из них три за пределами Бреста. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то шесть несчастных случаев произошло у нас на транспорте, три в строительстве, по одному случаю произошло в организациях и предприятиях социальной сферы. Мы достаточно активно принимаем участие во всех мероприятиях, обязательно затрагиваем вопросы охраны труда, проводим семинары, тренинги, непосредственно проверяем именно уровень знаний наших инспекторов на предприятиях и организациях, а также именно руководители, которые руководят коллективами. Вот благодаря принятым мерам мы не допустили несчастных случаев со смертельным исходом, а также состояние алкогольного опьянения. Проведение заседания городской комиссии по охране труда на таком стратегически важном объекте, как Брестский железнодорожный вокзал, не случайно. Железная дорога – место повышенной опасности, ведь здесь проводится много работ с участием сотен человек. Многие профессии сложные и могут стать травмоопасными. Об этом свидетельствуют и статистика. Три несчастных случая из вышеназванных 13 произошли именно здесь. По неосторожности работников благо, что последствия незначительные. А потому главная задача, которую ставят перед собой руководство и представители мобильных групп, донести до людей информацию о том, к чему может привести халатное отношение к себе и своему здоровью. Причины, которые повлекли тот или иной несчастный случай, то это прежде всего личная неосторожность. И несоблюдение элементарных мер безопасности по охране труда – это практически 70% тех случаев, которые есть. У нас за 6 месяцев не произошло ни одного несчастного случая со смертельным исходом и состояние алкогольного опьянения. Поэтому это говорит о том, что мы достаточно неплохо работаем на предупреждение. Но наша задача максимально принять все меры, чтобы и не допустить несчастных случаев, чтобы даже с маленьким травматизмом и так далее. В целом, за первое полугодие 2021 года мобильной группой Брестского горосполкома совершено 50 выездов. Проведен мониторинг 99 организаций разных форм собственности. Выявлено более 2000 нарушений, которые касались электробезопасности, санитарей, эксплуатации транспортных средств и многого другого. На предприятиях города Бреста имеются общественные инспекторы по охране труда, которые осуществляют ежедневный контроль за состоянием охраны труда на предприятиях. Также по осуществлению общественного контроля ежегодно приезжает рейдовая группа Федерации профсоюзов в Беларуси. Это технические инспекторы разных отраслевых профсоюзов, которые выезжают на предприятия для того, чтобы оказать помощь нашим инженерам по охране труда, общественным инспекторам по охране труда по осуществлению контроля. Работа в этом плане ведется активно и в областном центре есть положительные примеры. Открытое акционерное общество Брест газоаппарат – одно из немногих, где долгие годы не было допущено профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Секрет такого результата прост. Секрет один, наверное, это работа с персоналом. Безусловно, если есть прямой контакт, работа с персоналом, это дает и положительные результаты. Само собой у нас в организации вся эта работа по охране труда введена в систему менеджмента охраны труда. Мы в прошлом году провели ее сертификацию уже на международную версию стандарта СТБ и 145 тысяч. Поэтому ежедневная, системная, запланированная работа в тесном контакте со всеми руководителями подразделений, непосредственно участие работников в этом процессе дает положительный результат. К слову, Брестским горосполкомам еще с начала года было принято решение не реже одного раза в квартал проводить обучающие семинары для руководителей и специалистов по охране труда. А значит, фокус внимания никуда не сместился. Он, как и прежде, будет сконцентрирован на профилактической работе, соблюдении технологической дисциплины и повышении грамотности работников. И опять о работе. Ведь когда работа хорошая, стабильная, она определяет и качество жизни человека во всех смыслах. И в первую очередь, это возможность для реализации своего потенциала, не менее важна и доходная составляющая. Уровень достатка определяет состоятельность человека и его возможности. Если ни один, ни другой этап не имеют успеха, каждый из нас стремится найти что-то лучшее, то, что будет соответствовать его потребностям. Помочь в этом непростом выборе уже не один год позволяют горожанам ярмарки, вакансии и дни предприятий. В расширенном формате очередная встреча прошла на текущей неделе. В мероприятии приняли участие представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, а также организации жилищно-коммунального хозяйства. Оценить масштаб и посмотреть актуальность вакансий решил председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Анастасия Наздрин-Плотницкая подробнее. Ажиотаж на очередной ярмарке вакансий был очевиден. У круглого зала горосполкома люди начали собираться еще за полчаса до открытия. И ровно в 10.00 первые посетители уже озвучивали актуальные для них вопросы. Конечно, не последнюю роль в столь ранней активности сыграли и погодные условия. Однако примечателен и другой факт. Сюда стали приходить не только безработные, но и те, кто хотел бы сменить профессию или получить рабочее место с большей заработной платой. Да, на рабочей специальности она начинается от 400-500 рублей. Но когда речь заходит о высококвалифицированных кадрах, то цифры здесь возрастают до 2000 рублей. Даже здесь, на этой ярмарке, есть вакансии 2500. Для кого вакансия? Это квалифицированный рабочий, квалифицированный инженер, имеющий специализацию. Да, понятно, что те профессии, которые не требуют высокой подготовки, они оплачиваются, может быть, не так, как хотелось бы, порядка 400 рублей, 500 рублей. Но лиха беда начала, а может быть, для кого-нибудь это возможность и дополнительные подработки. А то, что участвуют здесь такие предприятия, как Саушкин продукт, говорит о том, что рабочие руки, квалифицированные руки, это очень востребованный продукт. И мы, повторяюсь, очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше брещан и, наверное, жителей окружающих уже городов и поселков нашло свое трудовое применение. Александр Рогачук на ярмарке сразу по нескольким причинам. Мэр лично решил ознакомиться с перечнем предложений, а также оценить, насколько эффективны мероприятия в таком формате. Вывод очевиден. Для тех, кто сейчас находится в поиске, это хороший шанс не просто отправить резюме, а на месте пообщаться с будущим нанимателем. И получить актуальную информацию из первых уст. Мы уже пятый год апробируем формат непосредственного контакта работодателя и потенциального работника. И я хочу отметить, что с каждым годом все больше и больше участников вот этой ярмарки и вакансий. Здесь много составляющих. Во-первых, это и большое количество вакансий в городе Брест. На данный момент у нас 2300 вакансий. Это очень много. И, по сути дела, на одного безработного у нас где-то 5-6 предложений на рынке труда. Вместе с тем, у каждого человека свои таланты. И очень важно, чтобы человек подобрал работу под себя, под свой психотип, под свое образование, под свои какие-то устремления. Вот почему такой формат, я думаю, что себя заслуживает. Практика проведения ярмарок вакансий существует уже не один год. Причем, как показывает время, это мероприятие в формате офлайн пользуется большей популярностью. Тем более, что есть ситуации, в которых нет ничего лучше личного общения. У Виталия были проблемы со здоровьем. При благополучном стечении обстоятельств через полгода мужчины могут снять ряд ограничений на занятость. И он верит, что к этому времени найдет место по душе. Я вообще инженер-программист по образованию. То есть, хотелось бы что-то найти для вот этого. Мне лучше и хотелось бы... хочу работать. И стоит сказать, выбор есть. Причем акцент как на рабочей профессии, так и на деятельность узкого профиля. В отдельных случаях предусмотрены и места без опыта работы. Например, администрация мебельного завода «Белс» готова предоставить начинающим мастерам обучение. В числе гарантий полный соцпакет, стабильная заработная плата и даже доставка на предприятие спецтранспортом. Специалист отдела продаж нам нужен, также на производство нам нужен начальник цеха сборки и упаковки. Инженера-технологи нам нужны со знанием металлообработки. В общем, есть что предложить, скажем так. Были бы трудовые кадры, а мы всегда рады. Особое внимание в рамках ярмарки вакансии уделялось кадрам торгового профиля. В городе есть потребность в специалистах. Причем как в небольших павильонах, так и в крупных торговых сетях. А также на производство, в частности, продуктов питания. Всего, в общем, в итоге будет заявлено более 500 вакансий. Абсолютно все отрасли, которые испытывают потребность, были приглашены. И хочу сказать, что инициатива проведения этой ярмарки, она присутствует всегда у управления. Но в данный момент инициатива была продиктована необходимостью комплектовать более предприятия торговли. Что касается специалистов, на сегодняшний день нам нужен специалист по маркетингу, специалист в отделе экспорта и некоторые технические профессии. Инженер энергетик, техник. Изменить что-то в своей жизни никогда не поздно. Главное – определиться с направлением, куда хотелось бы пойти. Брещанин Александр хотел бы сменить работу. И на ярмарке мужчина в поиске более высокооплачиваемых вакансий. Я все время занимался продажей товаров, работал менеджером. Потом по ряду обстоятельств пришлось как бы уйти. Сейчас как бы работаю, но хотел бы найти какую-то достойную работу, может быть, даже с обучением готов на это пойти. Поэтому пришел посмотреть, какие открыты вакансии. Работа по душе – это не только работа на кого-то. Специалисты налоговых органов, принявшие участие в очередной ярмарке вакансий, уверены, для многих брещан самозанятость, ремесленничество или индивидуальное предпринимательство могли бы стать хорошим выходом из положения. Тем более, что для ведения такой деятельности не нужен серьезный документ оборот. Есть такой принцип самозанятости, что есть понятие ремесленная деятельность, что есть понятие предпринимательства. То есть можно все-таки себя еще в этой стезе воплотить и свои способности, которые каждый человек имеет. Почему бы и нет, почему бы и не попробовать. На сегодняшний день тот, кто становится самозанятым, либо ремесленником, понимает, как это все легко и хорошо. Здесь главное – получить учетный номер, единожды логин, пароль, зарегистрироваться в личном кабинете, вообще не посещая налоговые органы, подавать заявление, указывать период, где ты осуществляешь, и просто платить ставку налогов. Те, кто не смог найти оптимальный для себя вариант на ярмарке, ждут в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. А практика проведения ярмарок вакансий в областном центре будет продолжена. Материал на злобу дня. Платная парковка у центрального рынка Бреста, мы любовно называем его колхозным. Проект пилотный, об этом в своем телеграм-канале, на текущей неделе сообщил руководитель города Александр Рогачук. Но разговор о реализации такого решения идет давно. В апрельской программе Брест от первого лица, председатель горосполкома, уже озвучивал эту проблему невооруженным глазом, и каждому из нас она видна и понятна. Припарковать автомобиль у рынка, особенно в выходные дни, просто невозможно. Пришло время что-то менять, хотя платить за место особо никто не желал бы. Одним словом, мера не популярная, но необходимая. Брещане разделились на два лагеря, так бывает довольно часто. Одни считают решение обоснованным, другие категорически против. Ирина Левчук в своем материале покажет и тех, кто за, и не сторонников такого решения, а также расскажет о концепции, идее и ее перспективах. Проблема нехватки парковочных мест в исторической части областного центра сегодня стала слишком выразительной. Желание и возможность иметь свой транспорт появляется у все большего количества людей, а число парковок остается неизменным. Еще в апреле этого года председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук говорил об этой проблеме и предлагал варианты ее решения. Есть эти проблемы, прежде всего в исторической части города. Есть эти проблемы. Возьмите улицу Пушкинскую, я всегда говорю, от улицы Советской и до бульвара Космонавт. Постоянная вот эта невозможность припарковаться, с учетом того, что очень много автомобилей, ну, различных, прежде всего, самих работников этих объектов, которые там стоят. Я уже неоднократно подходил к этой теме платной парковки, да, вот тоже признаюсь откровенно, да, вот именно от Советской, ну, может быть, даже и ближе от Комсомольской где-то взять эту ситуацию, да, сделать парковку так, два часа бесплатно, а дальше платим. И вот пока не хватает, наверное, у меня какой-то чиновничьей смелости, понимаете, вот не хватает какой-то, может быть, вот какого-то посыла, чтобы все-таки выйти на прецедент платных парковок именно по центральным улицам. Хватило смелости, решение уже принято, осталось исполнение. Ведь во многих зарубежных странах платные парковки давно являются нормой, а в областном центре таких всего несколько. И к тому же они не пользуются популярностью брещан. Многие выбирают удобный для них вариант оставлять автомобиль, где попало, что приводит ко многим проблемам. У нас есть же подземный платный паркинг, который позволяет сверхкомфортно припарковаться в районе улицы Советской. Ну, со стороны, с тыла, со двора гостинки, как мы говорим, гостинки. Стоимость там рубль, рубль 20, по-моему, я буквально недавно там. Я на служебном автомобиле, председатель горе-сполкома, если я еду на Советскую, я еду на эту платную парковку, плачу рубль 20, по-моему, там тоже есть 20 минут, по-моему, бесплатно, и получаешь полную комфортную парковку, я вам скажу. И дальше там по Советской наводим порядок. Вот я вам признаюсь откровенно. Если есть проблема, то существуют и пути ее решения. Руководством города принято решение о реализации пилотного проекта в одном из самых проблемных мест – районе Центрального рынка. Машины здесь стоят в два ряда, плотно припирая друг друга и тем самым искусственно сужая проезжую часть. Не пройти, не проехать – это именно об этом участке дороги. Для решения проблемы, которая формировалась годами, в скором будущем здесь делают платные парковки. Реакция горожан на эту новость была неоднозначна. С одной стороны, оно-то вроде бы и меньше будет, но с другой стороны, люди жадные, они будут во дворах ставить, а не где попало. Это ж такой народ наш, лишь бы не платить эти 20 копеек, но что бы не давать. Может, немножко решить, но не совсем, я лично так считаю. Почему? Ну, потому что рынок у нас один, все едут на рынок, что-то купить надо. Я так понимаю. Люди будут уже задумываться, что надо не просто так бросить машину, да, и отойти по делам, а заплатить и уже по времени рассчитывать на парковку. 50 парковочных мест – это очень мало здесь. Я здесь работаю рядом и постоянно вижу, что составят сотрудники университета, смотрите, и работники рынка. То есть, ну, 50 не решит проблему. Если надо ставить, тогда по кругу делать, тогда может быть. И такое, как в Европе, чтобы мог человек поставить на минут 15-20 машину. Тогда, конечно, обывателям будет лучше. Ну, а что это решит, собственно говоря, платные парковки? Здесь просто место такое, что большой поток транспорта, и тут просто в целом нехватка мест парковочных. Оплатные, неплатные, это же вторично. Я думаю, да, хотя бы отчасти поможет немного разгрузить эту парковку. По крайней мере, тот, кто приехал на рынок, сможет себе найти хотя бы одно место, а не кружить здесь полчаса. Мнения горожан разделились. Оно и понятно. В решении таких проблем необходим комплексный подход. Одна инициатива не сможет полностью ее решить. К слову, в число главных факторов плачевной ситуации с нехваткой парковочных мест возле рынка можно отнести не только узкие улицы или высокую востребованность этого места, но и еще одну. Пока оператор снимал видеоматериал, а на это потребовалось порядка 30 минут, машина за моей спиной не сдвинулась с места. Внимание, вопрос. Кто приезжает на рынок и оставляет свое транспортное средство на такое большое количество времени? Ответ кроется прямо за моей спиной. Большая часть припаркованных машин принадлежит работникам рынка. Для них, конечно, есть масса плюсов оставлять свое авто именно здесь. Товар всегда рядом и на виду. Но что прикажете делать остальным? И здесь уже происходит конфликт интересов. Вот вы представляете, я привез в деревне товар. Я привез там немного, ну, пускай килограмм 20-30 продать. Мне надо где-то поставить машину. Как вы думаете, где мне ее поставить? За день, который я продам, например, товара на 20 рублей, а заплатить мне придется 30 рублей за день. Но смысл? Тогда мне ехать сюда на рынок, если сделать платную стоянку. Да, тут все предприниматели, которые привозят товар, ставят машины и там торгуют. Кто-то предприниматель, кто-то частный, который вырастил на северном городе и привез что-то продать. Вот. И машины, конечно же, стоят. А люди, которые приезжают в горожане, что-то купить не могут припарковаться. Вот. Как бы местам очень мало. Вопросов непонятных еще много. Решать их будут специалисты предприятия «Коммунальник». Именно они и станут ответственными за организацию платной парковки у центрального рынка. Если пилотный проект оправдает себя, появятся и другие подобные места в центральной части города. И вот так, маленькими шагами, мы сможем решить большую проблему. Наши вездесущие корреспонденты успевают везде и всюду. На рынок вперед в лес, пожалуйста. Тем более сейчас, когда ягодный сезон в самом разгаре. Клубника и земляника, черешня, вишня, малина – урожай в этом году на эти витаминные ягоды богатый. Уже сегодня на рынках радует глаз черника – одна из самых полезных лесных ягод. В ней огромное количество витаминов и других полезных микроэлементов, так необходимых людям. В чернике удивительно сочетаются вкус и польза. Наш корреспондент Алена Миневич отправилась в лес, чтобы не только собрать корзинку этой черной ягоды, но и научиться, как правильно это делать. Азы мастерства преподавала Марина Голодко, которую можно смело называть опытной ягодницей. Для Марины Голодко «Выход в лес» – это работа, которой она занимается уже 6 лет. День нашей героини начинается в 4 утра. Интересуют ее, конечно, не только черника, абсолютно все дары леса в зависимости от сезона года. Несмотря на сложности, такая работа определенно ей по душе. Ведь здесь ощущается единение с природой, здесь чистый воздух и тишина, что очень ценно. Это не обычная работа, это очень интересная работа. Сбор ягод ты заготавливаешь людям. Некоторые люди не могут добраться в лес и нету возможности у них это сделать. А ягодка, во-первых, лес люблю. Во-первых, люблю очень лес. Люблю не только чернику, люблю любую ягоду, которая природа дает. И земляника, и черника, и грибочки. Это все в каждую пору свою. А ягодка мне дает. Я как бы и устаю, и это работа, и отдыхаешь. Только комары, конечно, очень доедают, когда вот погода, и бывает разная погода, и дождливая, и засуха. Но оно того стоит. Как рассказала нам Марина Голодко, по ее опыту этот черничный сезон все же уступает предыдущим. Какие именно факторы повлияли на это, сказать сложно. В этом году, вот ты знаешь, ты идешь в лес к своему месту набрать чернички, а черники нету. И вспомним про зиму, какая была зима. Она была морозная, и не везде, конечно, померзла, но, наверное, это все-таки повлияло. Потому что цвела черника очень красиво, а суть до дела черники мало. И влияет, наверное, я не знаю, жара была, очень была жара. Или она посохла еще, плюс ко всему, к этому морозу. Есть еще одна проблема, с которой из года в год сталкиваются работники лесничества. Это халатное отношение к растениям во время сбора ягод. Как правило, людей волнует, как больше насобирать ягоды, где их выгоднее продать. С недавнего времени в Минлесхозе устранены практически все запреты, связанные со сбором грибов и ягод. Теперь собирать их можно не только вручную, но и с помощью комбайнов или гребенок. Но и здесь есть свои правила. Оглашаются тоже свои правила, которые необходимы для того, чтобы не повредить само растение. Это расстояние между зубьев должно быть не менее полусантиметра. Это самое главное. И исполняться может из любого материала. Будь это пластмасса, металл, дерево. Должны быть заводского производства. Потому что, как правило, заводского производства они выдерживают все нормы, нормативы. На самом деле нюансов множество. Ухудшает состояние экосистемы леса не только всем известные гребенки. Еще можно отметить такое нарушение лесного кодекса, что повреждение почвенного покрова при сборе ягод. Люди порой бывают, что вырывают полностью с корнями целые кусты с ягодами. Что крайне негативно влияет на саму экосистему. Наша героиня относится ко всем дарам леса уважительно. А ее основная цель – не навредить. Было бы здорово, чтобы все люди поступали так же осознанно. Ведь самое важное – забирая у леса, умейте отдавать. Бережное отношение к природным ресурсам – благодарность за то, что дает нам природа. А еще в арсенале опытной Марины множество лайфхаков и советов, связанных с ягодами. Это рецепты народной медицины, приготовление различных блюд из ягод. А еще интересные советы по наилучшей сохранности собранной ягоды. Черника, чтобы дольше хранилась, чтобы она была свежая. Вот, Галина Николаевна, у меня свекровь моя, подсказала по старинке, как вот делать в чернику, в ткань, в кошек и ткань. И черника тогда будет дышать дольше, она будет храниться. И не будет ни течь, ничего. Закрываешь ее, и ничего в нее не попадает, и ягодка остается сухая, она дышит. Отправляясь в лес за ягодами или грибами, цените этот момент, как делает эта Марина Голодка. Ведь именно в лесу можно отвлечься от шумного города, вдохнуть чистый воздух, подумать и отдохнуть от ускоренного темпа современной жизни. Больше всего нравится тишина. Это в лесу тишина, когда никто тебе ничего не говорит, что тебе делать, что не делать. Ты знаешь свою работу, ты сам себе просто посвящен и сбору ягод, и пение птиц просто это сказка. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Мы продолжаем. «Жизнь прожить, не поле перейти». Эту фразу можно часто услышать от пожилых людей, умудренных опытом. И на самом деле это так. Сколько разных ситуаций происходит, и никто не знает, как они повлияют на нас и наше мировоззрение. Главное, чтобы рядом были люди, готовые помочь и поддержать. И, как правило, это семья. Ячейка общества, дружественный союз, близкие и родные. Как бы ни называли этих людей, самое главное, что они всегда рядом. Помогают, поддерживают, направляют, верят и ждут. В календаре праздников много дат, посвященных семье. Но одна из них наполнена особым смыслом. 8 июля отмечается День памяти равноапостольных Петра и Февронии. Русским святым молятся с просьбой найти свою пару, а еще за укрепление союза. В этот день для берестейцев, проживших в браке 25 и более лет, Российский Центр науки и культуры подготовил подарок. Какой? Узнаем из сюжета Анастасии Надрин-Плотницкой. Тенистая аллея, вход в знаменитую усадьбу Немцевичей, спустя столько лет вновь выполняет свою миссию. Встречает красивые и счастливые пары. Сюда на праздник приглашены семьи, чей совместный стаж больше четверти века. Влюбленные, они словно много лет назад, с особым трепетом принимают цветы и поздравления, как будто и не было прожитых вместе лет. В этот день в торжественном зале церемонии 6 счастливых семей. Да, у каждой своя история любви. Но то, что безусловно объединяет их, искреннее чувство, достойное внимания и уважения. Сегодня мы собрали и, как и предыдущие годы, собирали те семьи, которые в браке существуют уже более 25 лет. Ну, это, наверное, самый маленький срок. А сегодня с нами собрались те пары, которые в браке уже 35-40. Есть те семьи, которые более 60 лет живут вместе в любви, согласии. И на самом деле это некрасивые слова. Если вы посмотрите на них, вы увидите, сколько тепла у них друг друга, сколько любви, нежности они сохранили, пронесли. И даже, наверное, приумножили. В качестве подарка парам предложили экскурсию по музейному комплексу, а также фотосессию. Супруги Татьяна Юрьевна и Иван Николаевич Шульга приехали на мероприятие еще с одной целью. Они очень любят живопись, которая как раз-таки широко представлена в усадьбе. Спустя более четырех десятков лет брака они по-прежнему любят общаться друг с другом, делиться впечатлениями, наслаждаться искусством, вдыхать романтику, которой в их жизни было немало. Отважный военный часто баловал любимую сюрпризами. Об этом Татьяна Юрьевна и Иван Николаевич с удовольствием вспоминают до сих пор. Служба была такая, что всю ночь я ездил на автомобиле, на военном поверял караулы. И в одном из караулов было море ромашек, и, соответственно, нарезал их в ведро. А Татьяна в этот день сдавала экзамен. Начальник штаба полка, вот полковник Данбом, помню, спрашивает, зачем, куда. Супруге объяснил, говорит, тем более она экзамен сегодня сдает. А она говорит, ты еще не знаешь, на что она сдала. А она говорит, двойку, вернее, не исключено. Вот такие моменты были. Один раз пешком шел по тайге, 11 километров. Любовь в этой семье не смог сломить ни непростой быт, частые переезды и обустройства на новых местах, ни какие-то другие преграды. Их однажды, больше 40 лет назад, закружил на танцах вальс. И кружит их любовь в своих неодежных руках до сих пор. Сегодня сила этих умудренных жизнью людей в детях и внуках, выросших и впитавших настоящую любовь сполна. Я не видела ничего страшного в том, чтобы мой муж был офицером, и что у меня может быть такая вот судьба. Непростая, с переездами и прочими, и что я должна быть помощником мужу, и во всем поддерживать его, и как бы быть немножко на втором плане, но за то, чтобы у него был надежный тыл. Ну и вот, ну и потом я просто влюбилась. Не знаю, сразу или не сразу, но этот вальс нас как бы объединил. Кто-то скажет фотосессии – удел молодежи, но на самом деле далеко не так. Это хороший шанс оставить в своей памяти и памяти близких радостные моменты жизни. Напомнить друг другу о тех чувствах, которые когда-то вспыхнули в их сердцах и живут спустя десятилетия. Да, их истории не назовешь простыми, но в каждой сложной ситуации они помнили, что в первую очередь они семья. Именно в ней опора и духовная поддержка. Именно здесь теплый очаг горит до сих пор. Семья – это общее и вообще всё. Потому что как-то если ему плохо, мне тоже в этом случае плохо. И если, допустим, как-то друг друга надо поддерживать, естественно. И уже наши годы такие, что надо друг за друга держаться, а не бросать друг друга. Вот это главное. Ну, естественно, нас поддерживают наши дети, наши внуки. Это тоже интересно жить. Когда, конечно, нет детей, нет внуков, жить не очень интересно. Потому что по некоторым наблюдаю такое. Ну, мы таких, у кого нет детей, мы поддерживаем. В величественности и атмосферности фотосессии добавляли интерьеры усадьбы Немцевичей. Памятные снимки, безусловно, станут приятным пополнением больших семейных альбомов. Приятным продолжением праздника стало совместное чаепитие, где каждая пара смогла больше рассказать о себе и поделиться своим секретом семейного счастья. И то, что этот рецепт работает, сомнений нет. Как подтверждение – огонек, который спустя десятилетия продолжает гореть в глазах по-настоящему любящих людей, объединенных важным словом – семья. Уже завтра весь мир отмечает самый сладкий гастрономический праздник – День шоколада. Он был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. О шоколаде мы знаем многое, а многое каждому из нас точно еще предстоит узнать. Ведь методы производства его и из него непрерывно совершенствуются. Что мы точно знаем об этом продукте, так это то, что некоторые его сорта стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, тем самым улучшая настроение. Именно поэтому иногда кусочек шоколада или конфетка к чаю приносит такое особое удовольствие. В преддверии этого праздника наша съемочная группа отправилась в самую настоящую студию шоколада прочока, чтобы приоткрыть занавес производства сладостей из этого удивительного продукта. Шоколад. От одного произношения у сладкоежек уже текут слюнки. Именно это изделие уже давно распространено абсолютно во всем мире, вкус которого часто применяется в кулинарии разных стран. В наше время шоколадный продукт – это не только плитка с парой орешков или конфеты. Сейчас это отдельный вид пищевого искусства, которым всего полтора года назад овладела талантливая обрещанка Александра Стропко. Она горит своим делом, возможно, именно поэтому ее спонтанное шоколадное хобби быстро превратилось в сладкий бизнес. В своей студии она изготавливает шоколад ручной работы и уверяет, что у него на самом деле множество преимуществ перед магазинным. Конечно, лучше кондитерский шоколад, который намного вкуснее, чем те плитки, которые продаются у нас в магазинах, красить не просто красителями, а именно порошками сублимированных ягод или фруктов. Что это значит? Это вот обычные наши ягоды и фрукты. Их подвергают резкой сушке. Они просто так положили, и они там сушатся долго-долго. Очень резко, быстро сушатся, из них выходит вся влага, но остаются все питательные свойства. Потом это все перемалывается, и получается душистый-душистый порошок. Я сейчас дам посмотреть. Клубничка какая, просто пахнет клубникой, только она в порошке. И вот эти порошки передают цвет нашему шоколаду. Получается и душисто, и полезно, и вкусно. Как рассказала нам Александра, изделия ручной работы из кондитерского шоколада от классического отличаются наличием характерного глянцевого блеска, оптимальной текстуры и консистенции, что важно большим разнообразием натуральных наполнителей, умеренной сладостью или вообще без нее. Ведь настоящие ягоды и фрукты являются отличной альтернативой сахару. То, что сама делаю, это полезнее. Потом с течением времени после букетов мне интересно было сделать домашний шоколад без сахара, потому что вижу, что все-таки здоровая еда преобладает, и люди все чаще к ней возвращаются. И отдельная такая ниша – это домашний шоколад без сахара. Вот это, конечно, я могу делать каждый день. И я ем без зазрения совести, я понимаю, что там минимум калорий, могу дать много конфеток детям, и моя душа спокойная. То есть, как моя жизнь изменилась, наверное, стала более качественно сладкой. Вот так. Для Александры Стропко процесс изготовления шоколада – это необыденность. Это каждый раз искусство и эстетика. А сама она непрерывно развивает свою насмотренность для того, чтобы не останавливаться и каждый раз пробовать создавать что-то новое. А еще она приучает к гастрономической внимательности и своих детей. Я буду говорить про старшую, потому что она уже более такой созданный ребенок, и ей это интересно, и это необычно, и она не хочет сразу все съесть. Вот как дети, сладкое, давайте, давайте, все съели. Ей рассмотреть, посмотреть, как этот процесс делается. То есть, я думаю, что это даже и какое-то развитие дает им, когда они наблюдают, что еду можно не просто есть, а из нее делать что-то такое красивое, на которое можно красиво посмотреть, с удовольствием. Вот, то есть, это такое минимальное развитие, думаю, это тоже есть в этом. Просто делать плитки, это скучно, скучно, неинтересно, и, я думаю, уже не очень-то и красиво. Плитки, если это красиво, то это большое количество начинки, необычные начинки, не орехов, как у нас везде шоколадки с орехами. Вот, то есть, я их практикую, но это реже по заказам. То есть, тут уже можно даже наблюдать по заказам, что больше пользуется популярностью, то и делаешь. Соответственно, творчество больше пользуется популярностью и лучше продается. Шоколад ручной работы – это абсолютно эксклюзивный продукт любого шоколатья, ведь над созданием каждой конфетки или плитки трудится сам мастер, а не механизированная линия. К каждому подходя творчески и обязательно учитывая все потребности клиента, и тогда все изделия такой ручной работы несут в себе любовь и талант того, кто их создал. На выходе такие сладости абсолютно эксклюзивны. Когда человек на своем месте, это всегда видно. Найти свое любимое дело и отдаваться ему полностью – большая удача для любого. Александра Стропко наслаждается каждым рабочим днем, строит большие планы на будущее и совершенно точно не жалеет о том, что когда-то решила попробовать для себя что-то новое. Случайности не случайны. А у нашей героини пусть все будет в шоколаде. Каким образом поменялось даже отношение и просто вот жизнь, да? Во-первых, намного легче ходить по праздникам. Это можно не выдумывать, что там купить, или там на ходу кто-то забежает, что-то такое непонятное купить, да, те же там киндеры. Вот, у тебя всегда есть вкусно, красиво, полезно, и за что не стыдно, и это очень оригинально. То есть вот это первый пункт, такой один из важных, наверное. Взяла, забежала к себе в студию, взяла какой-то наборчик, пошла, ты довольна. Это тоже сарафанное радио, это та же реклама, и всем приятно. Второе, это, возможно, то, что когда человек к тебе приходит, и ты ему рассказываешь эту всю магию, человек поглощается, да, вот вникает в это все и начинает на этом тоже сначала получать удовольствие, потом получать какой-то дополнительный заработок. Отзывы и обратная связь и благодарность, это просто окрыляет, на самом деле. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, мы встретимся через 7 дней, будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях, будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей о ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok